8 сентября на своем веб-сайте British Petroleum опубликовала отчет, в котором говорится, что вина за взрыв на буровой платформе Deepwater Horizon лежит на трех компаниях. В заявлении указано, что ответственность лежит на BP, операторе затонувшей платформы, швейцарской компании TransOcean, владельце платформы, а также на компании Hallibarton, которая участвовала в цементировании скважины и помогала в работе платформы. Согласно отчету, причиной катастрофы, кроме недостатков конструкции платформы, стали также технические неполадки и человеческий фактор. В документе говорится, что бригада TransOcean в течение 40 минут не смогла заметить утечку углеводорода. Просачиваться в буровую колонну газ и конденсат стали сквозь цементные барьеры, которые не смогли удержать их в специальном резервуаре. После этого газ начал распространяться по платформе через вентиляционные системы. И даже после взрыва и начавшегося пожара система не сработала, и автоматические роботы не перекрыли отверстия негерметичной скважины. Кроме этого, отчет показывает, что специалисты компаний BP и TransOcean неверно истолковали результаты технической проверки скважины, хотя она была негерметичной. В результате взрыва 20 апреля погибло 11 человек. Через два дня платформа затонула. До того, как установили заглушку, из скважины в воды Мексиканского залива вытекло около 5 миллионов баррелей нефти. Для ликвидации последствий аварии BP потратила 8 миллиардов долларов. Но по расчетам аналитиков эта сумма может вырасти до десятков миллиардов.